здравствуйте уважаемые любители шахмат мы продолжаем рассказывать о втором этапе гран-при фиде который проходит в эти дни в риге ну как вы знаете вчера начался финал этого соревнования в котором встретились шахриар мамедьяров и максим ваш елограф в первой партии имея белые фигуры шахриар мамедьяров играл очень хорошо ну а максим ваш елограф не очень и вот когда счет стал 1-0 в пользу азербайджанского гроссмейстера возникла ситуация как принято говорить последнего тура ситуация последнего тура когда отстающий в счете должен во что бы то ни стало отыгрываться поскольку ничья для него равносильно поражению ну а для его соперника в данном случае для шахриара мамедьярова это гипотетическая ничья равносильно победе эта ситуация достаточно хорошо описано николаем крогиусом его знаменитой книги психология шахмат и одна из рекомендаций для того шахматиста который обязан по заказу выиграть тем более если этот шахматист имеет белые фигуры состояла в том что не нужно стремиться сразу же бросаться на соперника захватывать инициативу а лучше создать неопределенную позицию хотя по возможности достаточно сложную поскольку в ней этот самый ведущий в счете соперник который устраивает ничья начнет не обязательно ошибаться но упадет несколько такую двойственную психологическую ситуацию и с большой вероятностью станет ухудшать свою позицию стремясь упрощением минимальное ухудшение которые однако могут накопиться и вот как мне кажется ваш хиллограф имея белые фигуры последовал этому совету николая владимировича и сделал код немножко я поправлю вот так вот да и сделал первый ход е2 е4 который вообще говоря более форсированный свидетельствующий о готовности как раз к осложнениям какому-то форсажу большей степени чем ходы d4 и аналогичные им что было дальше конь f3 конь c6 слон c4 и слон c5 шахрияр мамедьяров в ответ на попытку соперника ну как попытку собственно итальянская партия получается правда лишь после хода слон c5 но первыми ушли от испанской партии сыграв слон c4 белый ваш хиллограф слон c5 вместо конь f6 решает сыграть шахрияр мамедьяров динамики после хода слон c5 поменьше это правда хотя вот понимаете шахрияр мамедьяров шахматист как раз прекрасно чувствующий себя в осложнениях прекрасно чувствующий инициативу но защищаться он не любит и делает это хуже это в общем-то хорошо известный факт я здесь не открывая америке и наверное и с этим обстоятельством считался ваш хиллограф хотя конечно после такого тяжелого поражения какое потерпел французский гроссмейстер накануне понедельник полностью восстановиться переключиться на спокойную хладнокровную игру не так уж легко тем не менее смотрите c3 конь f6 ну белые могли бы конечно здесь играть d4 но эти варианты очень хорошо изучены очень давно главное разветвление здесь вот такое вот слон d2 взятие взятие d5 взятие взятие на ферзь b3 черные обязаны сыграть кони е7 и начинается вязкая игра которых минимальное преимущество белых минимальное давление легко достаточно парировать то есть считается что белых здесь ничего нет ход d3 коварнее ну и ход этот довольно широко так сказать внедрил в практику сделал популярным я как не удивительно это было достаточно давно здесь важно что что ход d5 не годится по причине взятия взятия ферзь b3 черные практически проигрывают потому что этого коня этот конь не может отступить с d5 поскольку потеряется пешка на f7 на конь е7 последует двойной удар шах с b5 и потеряется слон черных на поле c5 при ходе конь a5 то же самое шах и потеряется слон на поле c5 а в случае хода слона е6 можно взять на b7 и никакой контргры у черных нет поскольку опять же шах с поля b5 губит постоянно черных вариантах типа там конь c7 и тогда ферзь b5 шах то есть лучше сыграть конь е7 и здесь просто тяжелейшая практически безнадежная черных позиция поэтому d6 собственно ничего нового я вам не открыл не сказал d6 после рокировки h7 h6 ладья е1 обращаю ваше внимание что белые по-прежнему не торопятся с продвижением d3 d4 и с этой точки зрения ход h7 h6 как раз очень уместен для черных потому что на d4 можно отступить слонов спокойно на b6 и белые ничего не извлекут из своего давления в центре ну здесь h3 a5 снова допускается d4 выросыграно в партии конь d2 ход d4 здесь имеет некоторый смысл в отличие от предыдущих моментов скажем так потому что черные сделали вот а5 необязательные наверное черные отступили бы на а7 это вариант из партии и центр белых подвисает то есть хотя черные не угрожают ходом службы 4 но белые должны что-то делать а одна из угроз идей черных состоит во взятии на d4 ходе d5 вот у меня какое-то странное ощущение что все-таки a7 a5 ход сделанный шахераном и медиаровым не очень удачен в целом неудачен не то что он ошибочный ну просто играть после него черным несколько тяжелее поскольку черные уступают сразу поле b5 в распоряжении белого слона но это к слову здесь важно что в этом варианте который не встретился в партии нельзя играть конь d2 потому что потеряется пешка на d4 у черных просто больше ударов но можно сыграть слон e3 дело в том что взятие на e4 это грубая ошибка идущая к материальным потерям так как после d5 одна из черных фигур гибнет и они в общем-то черные должны за это корить в частности и то обстоятельство что они поставили пешку на а5 но вот здесь что меняются слоны практически неминуемо конь на c6 атакован например на коне 7 следует взятие на e7 и взятие на e4 и как бы черные не играли все равно нечто подобное с ними случится неминуемо но можно взять на d4 пешкой и лучший ход за белых как будто бы не цеда из-за d5 и у черных все в порядке а конь бьет d4 теперь ход конь бьет d4 приводит тому что после слона бьет d4 у белых получше так как провести в удобной для себя редакции d6 d5 черные не могут а при размене на d4 на d4 берет белый ферзь и белые доминируют по центру имея заметно небольшое но стойкое преимущество поэтому лучше наверно было бы сыграть здесь конь e5 и вот все это действительно заслужило определенного внимания теперь белые могут конечно играть слон d3 но тогда после конь бьет d3 ферзь бьет d3 ладья е8 у черных хорошая контр-игра потому что они черные располагают ходом e5 разгружающим ситуацию в центре и позиции выравнивается а вот после хода слон b3 все далеко не так просто пешка на и 4 подвисает но белых уже пространственное преимущество заметное если взять на и 4 то слон бьет h6 начинается какие-то осложнения но черные могут ответить конь бьет f2 на ферзь h5 невыгодно играть конь d3 по причине ладья е4 и у белых сильнейшая атака так как ладья переходит на поле h4 ну а после или в случае жаж лучший ход за белых это не король бьет f2 тогда просто ферзь g5 у черных лишняя пешка и все шансы ее реализовать а ладья бьет е5 и после этого вечный шаг получается вот такой вот на большее белые белых не хватает но вечный шаг у них есть все это говорю я во многом ради красного соловца то есть ход d4 заслужил внимание но помимо того что видимо объективно не лучшие в этой положении он еще и противоречит той установки о которой я говорил то есть белые должны создавать максимум неопределенности их угрозы не должны носить такой прямой прямолинейный ясный для соперника характер и тогда этот соперник даже шахриан мемедьяров для которого ничья равно сильной победе ну начнет как-то испытывать психологические неудобства и вероятность ошибок с его стороны повысится конь d2 все логично слон е6 меняться на е6 не очень выгодно после размен на е6 и ферзь b3 черный сыграет ферзь c8 всех защитят а никаких прорывов у белых нет и поля в центре пешкой который перейдет с поля f7 на поле е6 будут прикрыты поэтому слон b5 еще один так сказать аргумент против входа a7 a5 сделанного в столь ранней стадии теперь на b5 белый слон может весьма устойчиво пребывать находиться и он атакует коня на c6 ферзь b8 меняться не очень выгодно при взятии nc6 исходе d4 черные конечно уступят центр черный слон отступит и фигуры черных после этого обретут взаимодействие и ход опять будет кстати и ферзь на b8 все в общем у черных нормально позиции конечно у них не лучше наверное ну и не хуже полноправная контрыгра за небольшой ущерб а именно порчу пешек хотя пешки черно становится таким превращается такой клубок комок который контролирует все поля ну а сдача центра сдача центра у черных два слона конь f1 правильный безусловный ход ферзь a7 ответ шахьяра мобедера в атакованный пешкой f2 слон е3 слон бьет е3 надо ли было играть так я не знаю но довольно естественный размен хотя белый после этого подтягивает своего коня на поле е3 сказать что если у белых что такое существенное есть нельзя хотя их позиция довольно гармонична и слон на b5 стоит хорошо устойчиво давит на коня c6 и согнать его трудно и конь на е3 подтянулся расположен прекрасно и конь на f3 это все-таки нормальное хорошее поле для коня а кроме того появляются идеи связанные с переводом коня f3 на поле f5 и тогда над черным королем могут сгуститься тучи во всяком случае какие-то проблемы у этого самого черного короля могут возникнуть конь е7 играет шахьяр мобедяров вводит коня из под удара хочет наверное конь проверить и на g6 c6 то есть видите я как-то говорю так отмечаю что белых чуточку лучше но на самом деле действительно только чуточку a2 a4 играет максим ваш елограф то есть становится понятно после хода конь е7 что один из планов черных одна из идеи черных связана с продвижением a5 a4 и потом c7 c6 будет разменен слон черные надвинут свою пешку на a4 она будет положена неплохо и все будет у черных нормально ну нельзя сказать совсем замечательно но наверное они практически уравняют шансы а после a4 можно сыграть c6 и разменяться на поле c4 но у белых все-таки будет чуточку лучше и ладья d8 играет шахьяр мобедяров опять же осуждать его за это трудно ход c6 был вполне возможен но план черных какой-то ясный понятный после этого проводить было бы трудно хотя вот мне кажется что 6 бы большинство или многие шматисты скажем так сделали бы ладья d8 слон c4 все равно все равно слон уходит с b5 на c4 предлагается размен слонов и конь бьет c4 после чего прорыв центре не очень-то идет потому что все время подвисает пешка и 5 причем на d6 d5 белый конечно возьмут на d5 начале иначе на e4 пешка подвиснет и уже если черные на d5 и еды чем-то возьмут сами то потеряют пешку и 5 все равно ну поэтому конь d7 опять же вот игра черных вот маневры шахрияра они немножко не похожи по стилистике на его нормальную так игру на его нормальное творчество немножко пассивновато и ферзь на 7 который защищает сейчас скован защитой пешки а5 b6 играть не хочется и кони как-то отступают немножко назад то есть становится ясно что после d4 что белые все-таки под захватили инициативу но но все-таки это не значит что у черных действительно нехорошо что черным плохо владяя его всем можно было сыграть этот ход не решал все проблемы причем непопытно что и ход de давал судя по всему вот таком вот варианте белом сильное давление после ферзь b3 потому что черные не могут решить все проблемы куб по координации своих сил но при сыграть ферзь c5 то после ферзь b5 черном просто нехорошо придется наверное разменяться на b5 чтобы не потерять материал 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 все равно теряется и на и 5 висит и на а5 висит и конь c6 нельзя пешки белых на b5 расположены теперь великолепно например ход b6 тогда конь бьет е5 и так далее с лишней пешкой у белых все шансы ее эту пешку реализовать если здесь конь c6 то все равно ферзь b5 и черные стоят очень пассивно ферзь на a7 не может выйти вот через ферзевый фланг никуда на d2 вторжение ладьи невозможно конь на c4 у белых ведокадепин ферзь на b5 расположен здорово давление на пешке a5 e5 есть и следующий ход белых ладья a d1 опять же сказать что позиция черных совсем плохая нельзя но играть очень неприятно то есть придется как там действовать b6 играть нельзя вообще непонятно как перегруппироваться ну можно правда и сразу ферзь b3 в этом случае сыграть и на е.д. взять е.д. и на конь c6 сыграть ладья d1 просто вот нагнетать давление тоже преимущество белых довольно заметное в случае хода ладья e8 шахер поэтому сделал ход ферзь a6 атакует коня стоящего на поле c4 конь ушел на поле e3 в данном случае ход ферзь b3 менее актуален менее эффективен но вот конь e3 и уже белые кони посматривают и на королевский фланг соперника в частности здесь заслужил внимание ход конь h4 с переводом коня на f5 это конечно не конец игре и более того и даже не преимущество такое заметное белых но это неприятное для черных давления однако решил опять же во многом следуя наверное психологической своей при стартовой установке решил максим ваш ялограф сыграть ферзь c2 то есть просто усиливать позицию и пусть черные которые уже стеснены и которые испытывают как минимум психологические проблемы ну как игровые проблемы можно по-разному так называть как действовать как вообще перегруппироваться прямого пути к уравнению нет к разгрузке тоже чуточку хуже всегда остается почти что а белые будут играть ладья d1 и так далее они не форсируют события а все-таки ход конь h4 более форсажный более конкретно белые тогда бы обозначили направление развития своей инициативы а тут непонятно просто в центр ставим фигуры еды уступка центра наверно правильное решение и наверное черным стоило может быть сыграть ферзь b6 я уж не знаю и может быть здесь стоило сыграть коня в 6 после чего например на ладья d1 конь g6 перегруппироваться вот таким вот образом опять же понятно что у черных похуже но они уже давят на пешку е4 белые наверное должны сыграть там f2 f3 конь е5 как-то не смотрится другой конь на f5 должен прыгнуть ну и будем играть что называется идея d5 где-то появляется но опять же не сразу так вот сыграл здесь шахер мобильяров то есть первый раз вот здесь можно сказать что он допустил безусловную ошибку он сыграл c6 он ослабил свою пешку на d6 белые сразу же вторглись на поле f5 допускать на d6 белого коня нельзя можно сыграть конь c5 было этот ход наверное был получше хотя понимаете тоже счастья полного нет но после простого ладья d1 конь бьет f5 скажем белые берут на f5 черные могут прорваться с помощью упростить позицию немножко освободиться с помощью хода d6 d5 но полного счастья ход не приносит потому что после взятия взятия на е1 ладья бьет е1 нельзя брать ладьей это понятно будет шаг дан по восьмому да вообще коней 7 шаг даже проще еще вот а в случае хода еды все равно коней 7 шаг нельзя теперь идти на поле f8 из-за вторжения на h7 угрожает мат черные эту угрозу парируют с помощью хода коней в 5 тогда коней 6 тогда коней в 5 возобновляется угроза матов с поля h8 и у белых просто решающая атака ферзь h8 страшная угроза но если король е8 там и конь g7 можно и ферзь g8 как угодно то есть в ответ на шаг с е7 на f8 идти нельзя нужно идти на h8 и белые тогда играют не конь бьет d5 вот я смотрел некоторое время этот ход теперь разумеется нельзя брать на d5 из-за мата по восьмому ряду поле h7 контролируется в белом ферзем c2 но можно сыграть ферзь d3 и у черных отличная контр игра и никаких проблем то есть чтобы не потерять коня приходится играть конь е3 потому что после ферзь бьет d3 и взятое на d3 висит и конь и ладья и к и он теряется или ладья нотку конечно теряется поскольку белое ладью не отдадут а в случае хода конь е3 может разменяться разменяться и сервятся на ладья до 2 можно и на a4 ударить но кажется ладья до 2 еще сильней понятно что черных не хуже у них отличная игра но вот после не хода конь бьет d5, а хода ферзь f5 нехорошо, просто нехорошо у черных, противно у черных, но и здесь вообще можно было бы, вот пойдя на этот вариант, защищаться, если согласиться на очередную уступку, на порчу пешек, ферзь f6 похоже чуть ли не единственный ход, поскольку висит пешка на f7 и защищать ее трудно, ладья f8 немножко не то, правда не по причине, конь g6, тогда ферзь бьет g6, а из-за удара на d5, ну вот после ферзь f6, размена, размена, белый конь не столь хорошо теперь расположен, на a4 пешка у белых висит, и это существенно, я уж не знаю, надо рассматривать ход ладья a1, потому что вообще правильное решение, так это d4 с контр-игрой против всех белых пешек сразу у черных нормально, а после конь f5 можно взять на a4, конечно начинаются какие-то варианты, но сказать, что здесь черные наверняка проигрывают нельзя, потому что у них сильная проходная полинья, и хотя белые там ударят на f7, вечный шаг они конечно легко могут дать, но пешка это грозная сила, и наверное черные здесь не проигрывают, иными словами, конь c5 заслужил внимание, и давал шахрияру определенную контр-игру, но вот он опять же, я высказываю свое предположение, в силу психологических обстоятельств, ничья равносильно победе, а рисковать не хочется, сделал пассивный ход конь f6, атакующий пешку на пуль a4, и ладья d1, после чего в общем оказалось, что не так легко играть черным, может быть ему стоило взять на f5, может быть после этого сыграть d5, ну вот здесь e5, такой вот вариант, конь e4, f3, ферзь a7, это шах белому королю, король уходит, черный конь уходит на g5, белые играют например c4, ход не строго обязательный, но просто белое должно уже изменить направление своей игры, и они давят на центр, они хотят скрыть позицию, ферзь на a7 стоит пассивно, и наверное у белых были бы определенные шансы на выигрыш, у них лучше, не смертельно для черных, но неприятно для черных лучше, лучше у белых, безусловно, nd6, конь может нарушаться при желании в любой момент, так вот, но вместо хода коня f5, конь бьет f5, черные сыграли конь c8, так посыпивших риарбами яров, и после простого f2, f3 черные очень стеснены, стоило им пассивно держаться, или ладья e6, или ферзь b6, прорваться белым все еще очень непросто, хотя у них, у белых, явное преимущество, а вот ход d5, вскрывающий игру, возможно, просто связан с каким-то, или пытающийся скрыть игру, связан с каким-то просчетом, дело в том, что белые играют ферзь f2, а подозревая, что этот перевод, этот ход, который стал возможен, давайте отступим на пару ходов назад, вот белые сыграли f3, вроде бы единственная идея хода f3 в защите пешки e4, но оказывается, что этим ходом белые подготовили еще маршрут для перевода ферзя на g3 с решающими угрозами черному королю, и бить на e4 нельзя, потому что ферзь f3 все разваливается, просто вот на королевском фланге, можно сыграть там конь h5, но этого коня легко атаковать, что-то и на h6 теряется, и на d8 можно в любой момент взять, нехорошо, нехорошо у черных после этого, и пришлось шахрияру играть ладья e6, после ферзи g3 атакованный пешка, g6 играть, мягко говоря, не хочется из-за взятия на h6, поэтому конь e8, уход в пассив, с одновременной отдачей центральной пешки, в общем, это уже начало конца или конец начала, я уж не знаю, потому что бить на e1 можно, ну, во-первых, белые могут взять ладьей, так как подвисает конь на e8, во-вторых, в каких-то других вариантах можно взять ферзем даже, а кони белых на d5 и f5 расположены очень страшно для черных, ну, по сути дела, позиции у белых выигрышные, хотя, конечно, ошибиться можно всегда, и шансы, поэтому, у защищающей стороны всегда есть. Король f8, король уходит из потенциальных идей конь e7 шах, это была угроза уже, кстати, конь d e7, это угроза, с последующим ладья бьет d8, и вторая идея, которая постоянно витает в воздухе, хотя не очень актуальна сейчас, конь бьет h6, поскольку по шестому ряду две тяжелые фигуры защищают пешку h6, но конь e7, угроза, и поэтому сыграно здесь король f8. Ферзь h4, атакована ладья, очень неприятное обстоятельство, потому что непонятно, что делать, как консолидироваться, как перегруппироваться, куда поставить эту ладью, но ладья идет на d7, выбора большого у черных нет. Конь e3, просто предлагая размен ладей, и сохраняя все выгоды своего положения, а черные прижаты. Конь d6, ну, сказать, что здесь лучше, что не лучше, трудно, потому что размен на d1 приводил просто к плохой позиции, а ход конь d6, наверное, лишь ускоряет развязку, потому что конь d4, атакована ладья на e6, белые перегруппироваются оптимальным для себя способом, а черные лишь завязаны, лишь еще больше завязали себя. Ладья e5, конь идет на поле g4, теперь в случае размена там неприятности какие-то возникают по линии, ну и после хода ладья d5 эти неприятности еще более серьезные. То есть, опять же, трудно комментировать здесь, трудно говорить, что лучше было так или эдак, и так и так, плохо. Вопрос в каких-то чисто символических практических шансах. Ну, после хода ладья d5 и конь e5, просто Шриар Мемедяров признал себя побежденным, потому что атакована ладья. Если сыграть ладья c7, то последует ферзь d8, хотя, честно говоря, это не единственная возможность. Конь d6 выигрывает тот же легко шаг черному королю, если король отступил бы, то конь e7 шаг, а здесь можно сыграть конь e6 шаг, ну и забрать на d5. Лишнее качество, плюс решающая атака, которая сметает все на своем пути буквально сразу. Но ферзь d8 ничуть не слабее, но может быть даже еще сильнее. И в случае ладья e7 хода, который также не был сделан, поскольку черные признались себя побежденными, последовало бы конь g6 шаг, затем ферзь бьет e7, и как принято говорить, и так далее. Ну вот так закончилась эта ответная вторая партия финала. Если в первой партии можно сказать, что Шриар играл очень хорошо, а его соперник не очень хорошо, то здесь картина совершенно обратная. Причем, если Максим Ашьялограф использовал очень удачно, очень успешно, те практические шансы и ту компенсацию, которую он имел, проигрывая в счете, психологическую компенсацию и грозную компенсацию, то Шриар что-то подрастерялся. Наверное, он должен был ожидать от своего соперника, грозного соперника, сильного соперника подобного рода ведения боя. Но, как принято говорить, не сложилось. В результате счет сравнялся 1-1 и судьба. Второго этапа Гран-при Фиде Ришевского супер-турнира теперь будет зависеть имя победителя, будет выявлено, определено в ходе тайбрейка, который начнется также в 15.00 по московскому времени. Вначале будут сыграны две партии по 25 минут, если победитель будет не выявлен, тогда две партии по 10 минут с добавлением вести секунд после каждого хода, потом пойдет Плиц 5 плюс 3, но если понадобится даже и Армагеддон. Что сручится, конечно, гадать не возьмем, пусть сейчас уже психологическая инициатива безусловно перешла на сторону Максима Вашья-Лаграва, тем более, что он игрок номер один по Блицу, не по быстрым шахманам. Быстрый шахман играет также очень здорово, но по Блицу он номер один, опережая самого Магнуса Карсона. Тем не менее, это не означает, что Максим Вашья-Лаграв без пяти минут победитель. Я думаю, что в быстрых шахманах, все шансы дать бой и, может быть, даже и победить Максима Вашья-Лаграва. На этом на сегодня все. Я, как всегда, призываю вас ставить лайки, подписываться, кто не подписался на наш канал и, разумеется, обыгрывать своих соперников, когда вы играете с ними в шахматы. Ну а пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok